Здравствуйте! Сегодня в гостях ованцены, расположившейся в стенах Одесского театра юного зрителя, директор и художественный руководитель этого театра Оксана Николаевна Бурлай-Питерова. Оксана Бурлай-Питерова, директор и художественный руководитель Одесского театра юного зрителя имени Юрия Олеши, заслуженная артистка Украины. Здравствуйте, Оксана! Здравствуйте, Александр Ильинич! Расскажите о последних двух творческих годах и вашей личной, и театра. Ну, у нас очень, я считаю, плодотворные были годы, два последних наших года, потому что, потому как актеры уже бедные говорят, что, боже, сколько можно ставить спектакли, сколько можно участвовать в тех или иных проектах, но дайте немножко отдохнуть, и с каким уже азартом все ушли в этот отпуск, который вот у нас недавно закончился в августе. У нас были очень интересные, плодотворные, плодотворная работа. Я по-прежнему играю свой старый репертуар, я играю все спектакли, которые я играла, кроме детских, конечно, все вечерние я играю. Это то, что касается меня. То, что касается театра, мы поставили уже около, за 10 премьер за два года. В общем, ни одна премьера не пострадала качественно. То есть, все были сделаны вовремя, хорошо, качественно, все были готовы, службы были готовы. Да, нам было тяжело, очень тяжело. Ну, прежде всего, я очень рада, что мы открыли такой проект, как «Открытые читки», который вот мы перед эфиром спрашивали перед передачей, что мы делаем на малой сцене. Вот мы и начали, как, не знаю, раскручивать. Современная украинская драматургия. Современная украинская драматургия. А драматургов мы читали, мы сделали этот очень интересный проект, привлекли еще большее количество зрителей, молодежь пришла, которым интересно было слушать эту новую драматургию, но и обсуждать, понимаете, участвовать. Это было, вот мы открыли проект «Семейный клуб», где мы приглашаем родителей с детьми именно посещать наш театр в воскресенье и в субботу. Не просто вот школы, целевики, это понятно, это мы все проходили, это театру нужно, это заработок и так далее. Но то, что можно привить любовь к театру, именно придя с родителями в театр и обсуждая это, обговаривая. Еще Евгений Борисович Бубер начал позиционировать этот театр как театр для всей семьи. Это уже довольно-таки давно проходит, и мы продолжаем эти традиции. Театр для всей семьи. У нас очень много появилось вечернего репертуара, вечерних спектаклей, и мы сейчас делаем рекламу, что у нас не только детские спектакли, не только для молодежи, но и для взрослой публики. Но, конечно, хочется больше всего заполнить нишу, вот знаете, 11+, до 17. Таким маловато у нас. У нас есть замечательный спектакль «Красная каска», который как раз мы поставили при поддержке Украинского культурного фонда режиссера Александра Баркар. Но это не просто так, это была в начале режиссерской лаборатории, международная лаборатория для молодых режиссеров, выбрали эксперты лучшего, потом уже поставили. И вот 11+, очень интересный получился спектакль, и вот когда приходят родители с детьми, вот понимаете, выходят и говорят, да, нам спасибо, нам есть о чем поговорить дома. Нам есть о чем, вот, хотелось бы эту нишу заполнить, но рассказывать то, что мы сейчас поставили, даже могу забыть то, что в прошлом году было. То, что мы сейчас делаем, мы работаем как раз над спектаклем «Клятвенные девы» по произведению, по пьесе Олега Михайлова. И как раз идея постановки родилась вот здесь, в этом зале, когда мы читали в рамках проектора «Открытые читки» его пьесу. Олег приехал сюда, слушал, был тот же режиссер, и она как-то очень дивно разложилась на наш коллектив. А заняты там 5-6 женщин. А так как вы знаете, что в театре женщин всегда больше, чем мужчин, и занимать надо всех, то было принято решение вот ставить этот, именно этот материал. Ну, конечно, мы продолжаем ставить детский репертуар, конечно, мы восстанавливаем что-то из классических наших спектаклей, там «Золотой ключик», «Хрусальный башмачок». Ну, не то что восстанавливаем, немножко, ну, как бы, там кого-то вводим, продолжаем. То есть мы не отказываемся ни от чего, мы играем весь наш репертуар, плюс добавляем наши новые спектакли. У нас было очень много, ну, у нас было 12, 12 премьер за два года. В процессе нашего разговора возникла ассоциация, я, в общем-то, достаточно много ездил, сейчас, может быть, меньше немножко по премьерам своих пьес в разных театрах. И, конечно, премьера всегда премьера, премьерный зал, и когда хочется сказать что-то приятное, то я часто говорил худрукам, режиссерам, что, знаете, вот поставить хороший спектакль, это как вырастить урожай, это несколько месяцев. А вот вырастить такую публику, как у вас сидит в зале, это как вырастить лес. Почему? Потому что на это уходит десятилетие, лес за два-три года не вырастет, только кустарник. Так вот, у меня сейчас возникла ассоциация, что вы, в общем-то, такое, знаете, парниковое хозяйство, вы выращиваете саженцы, из которых потом будет расти этот лес публики, театральной публики лес. Потому что, конечно, во-первых, театр, как и церковь, надо ребенка приводить маленьким, да, тогда он это понимает, тогда он это ценит, тогда он в это входит. Вот. И я помню, когда-то я общался с одним из старых, старых руководителей Одесского ТЮЗа, когда он еще был в театральном переулке, Владимир Михайловичем Пахомовым, который много лет возглавлял театр в Липецке. И вот он мне рассказывал, что вначале в Липецке, когда он туда пришел, ну, так сидела треть зала, мужики пили пиво, узкали семечки, дети бегали по залу от папы к маме и обратно. Вот. А уже когда я с ним был знаком, Липецк уже был одним из таких серьезных театральных городов на постсоветском пространстве. И когда я его спросил, а как? Он говорит, как? Я все начинал с детских спектаклей. Поэтому вот та публика, которая ходит ко мне сегодня, я начинал с ним работать 20 лет назад. Понимаете? Поэтому вот у вас действительно очень важная и благородная задача. И, конечно, работать с детской публикой, я понимаю, насколько сложнее, чем со взрослой, потому что, ну, во-первых, старая шутка, мальчик, веди себя прилично, женщина, которая играет Тимура, тебе в матери годится, а ты тут крещишь в первом ряду. Вот. А потом же действительно появились эти все айфоны, смартфоны, разные телефоны, гаджеты, планшеты, которые они берут с собой. И я когда-то говорил с Ноной Валентиной Гришаевой, которая возглавляет последних там 4 или 5 лет московский областной тюз в перерывах между игрой на сцене. Ну, сейчас со этими событиями она не летает уже последних пару лет и не играет в аршавскую мелодию. Но вот когда летала, и мы с ней говорили, я ее спрашивал, Нон, а вот что поменялось за последних 20 лет вообще вот со зрителем? Вот она говорит, в первую очередь поменялось то, что как минимум артисты тюза должны переиграть айфоны, смартфоны и гаджеты. Самое главное, что разговаривать с ними на их языке. Не надо чего бояться, не надо бояться ставить открытие на какие-то спектакли, не надо придуриваться, придумывать, извините за такое слово. Просто открыто, честно на языке то, которое мы понимаем. У нас у всех есть дети, да? Ну, у многих. Мы же не будем приукрашать как-то нашу жизнь или наши проблемы, или как-то ребенка не ругать, а ждать, пока он наделает беды. Мы же все будем как-то делать, подставлять руки, подставлять соломку, объяснять, иногда ругать, иногда воспитывать, иногда подсказывать, иногда развлекать. Вот все тоже, тоже делают актеры, режиссеры, работая в театре юного зрителя. Откуда приходит молодежь в театр? Я имею в виду на сцену, откуда приходит. Это украинские театральные училища, да? Это наше Одесское театрально-художественное училище. В основном сейчас мы берем оттуда выпускников. Это актеры, которые где-то в других городах работали. Это выпускники студий, которые учатся сейчас, в том числе и театральные студии призвания, и в том числе и театрального лицея Анатолия Ивановича Падуки, которые учатся на последних курсах института. И вот уже буквально они заканчивают, но мы уже приглашаем их в театр, чтобы они уже смотрели наш репертуар, чтобы они были ближе, на подхвате. И вот как только они получаются в образовании, мы сразу берем их. Ну, театр — это действительно искусство, которому уже больше двух тысяч лет. Кино — искусство более молодое, но более богатое при этом. У вас много актеров снимается. Вот я, кстати, хотел вас об этом еще спросить. Вот вы и кино. Что-то интересное у вас было за вашу творческую жизнь, сделанное в кино? — Да, мне интересно. Несколько ролей было прям... Не, мне все интересны роли, но вот то, что можно было отметить, был проект такой, снимался «12 стульев». У Лирики Оттингер снимал, Нимка. — Это там Гена, да? — Да, да, там спорный проект, Делиев, Остапа играл, а я там играла студентку Лизу. Вот, это 2003 год. Я училась в Щекинском училище тогда. Интересно было работать. Это был первый мой опыт с европейским режиссером, вот так можно сказать. Ну, отличается... — Гена Скорга играл и Полит Матвеевич, если не ошибаюсь. — Да, да. Вот он меня приглашал в кино. У нас даже есть фотографии где-то. Вот мы сидим там, смотрим с ним кино. Я как Лиза, он и Полит Матвеевич. Вот было интересно. Работала я даже со Станиславом Говорухиным. Играла у них вот там небольшую маленькую роль в фильме «Уикенд». Уборщицу офиса не повлияло никак на мою... — Творческую карьеру? — Нет, наоборот. Я готова была у Станислава Говорухина сыграть все, что угодно. И когда он меня пригласил, мне было очень... Очень это как-то... Лесный, почетный. Я даже успела с ним пообщаться. Поэтому, когда мне там говорят... Ну, я стараюсь тоже наших актеров где-то рекламировать в кино. Если я где-то снимаюсь, я говорю, вот у нас такой хороший театр. Ну, надо же, давай всем подзарабатывать, несмотря на то, что театр страдает. Когда актеры уезжают на съемки. — Ну, зато актер как-то потом тебя увереннее о сцене чувствует. — Ой, ну что там предложи, там уборщица. Я говорю, ну и что? Я тоже уборщица у Говорухина. — Говорю, ну тоже у Говорухина. Ну, нет, были интересные. И Крутин, и наш местный режиссер Виктор Кустов. Сейчас как-то... Ну, у меня, по-моему, там, конечно, за это время немного. Проектов 26 было. — Ну, и немало. — Ну, и немало. — Ну, и немало. — Сегодня, в связи с тем, что в стране как бы немножко больше внимания или множко больше внимания уделяется отечественному кино, больше актеры ваши заняты на съемках? То есть как-то чуть-чуть... Есть возможность где-то чуть-чуть подзаработать им, кроме как в театре? Причем не уходя из профессии? — Да, есть возможность. — Но это очень трудно. — Ну, одесская киностудия слабенькая, да, сегодня? Если что-то, то в Киеве происходит. — Трудно совмещать. Нет, снимаются несколько проектов и на одесской киностудии. Ну, конечно, в основном все в Киеве. — Ну, вы знаете, очень хорошо сниматься в кино, но я бы советовала, и по практике, даже мне кастинг-директора говорят, что актер, который бросает театр и только снимается в кино, он опустошается. — Он деградирует. — Он издарает. — Конечно, деградирует. — Потому что все равно вот каждодневные репетиции, репетиции в новом материале. В основном режиссер, он обогащает актера. — Ну, это старая формула, что театральный актер может играть в кино, а исключительно киноактер в театре играть не может. — Поэтому актеры, которые понимают, что несмотря на то, что надо и деньги зарабатывать, и улучшать свое материальное положение, что надо все равно играть в театре, это, ну, дорого стоит. Это правильный путь, мне кажется. Да, надо поднапрячься. А кому сейчас легко. — Самое яркое событие ваше в детстве? — Наверное, когда моей сестре купили дорогую игрушку, поэтому не знаю, какое должно быть событие, дорогую игрушку, а она уехала. Я сказала, не трогай ее. А я сказала, не, не, я не буду трогать твою игрушку. Мне очень хотелось поиграть. Она маленькая, у меня меньше, на 5 лет. И я вот взяла эту игрушку и стала играть, потому что мне еще было интересно, но я тоже не была, ей там, допустим, может быть, было, не знаю, 4, а мне было 9, там, да, ну, я еще детство у меня было, я начала играть с этой игрушкой, я ее сломала. Это такое, я не знаю, яркое впечатление, но я такую ответственность сразу почувствовала, думаю, как же так? Ты пообещала не трогать, но интересно, знаете, детский, надо, ну, вот что-то пошло не так. Так, скажите, а самые счастливые дни вашей жизни? Самые счастливые дни, это были, когда я играю на сцене какую-то роль, при этом не то, что ты растворяешься, ты, вы, все складывается в пазлы, потому что, ну, не может, всегда все будет хорошо, да, но бывают такие дни, когда все складывается настолько, не скажу, идеально, настолько гармонично, и ты, выходя, ты, пребывая на сцене и с партнерами, созрит, ты получаешь вот такое удовольствие, не знаю, можно говорить такое слово, кайф театральный, что ты все сделал, и не то, что правильно, а ты вот выложился на 100%, как-то, знаете, не просто сыграл роль, а над, 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 когда ты понимаешь, что ты сделал, ну, просто сыграл роль, не просто выточил деталь, а ты вот куда-то туда прорвался, в космос. Это бывает очень редко, но это бывает, это ощущение чисто актерское такое внутри, я не знаю, как это объяснить, но ты себя чувствуешь причастным к чему-то великому, к чему-то духовному, не знаю, богатому, и ты понимаешь, что оно куда-то туда ушло, потом село там на зрителя, или там село в тебе, это объяснить невозможно, но вот это вот пребывание, вот это вот работа, такая работа, которая ты чувствуешь, что ты, да, ты сделал все, и ты получаешь от этого какое-то такое обогащение. Вы верите в Бога или только в себя? Я верю в Бога. Для вас религиозность и обрядность – это части одного целого, или это разные понятия? Для меня разные понятия – это вера, религия, церковь. Религиозность и обрядность, может быть, это одно и то же? Ну, это рядом, да. Это Бог или в ребрах, или в бревнах. Это одно и то же, или все-таки это разные для вас вещи? Я верю в то, что можно верить в Бога, и, ну, можно ходить в церковь и соблюдать ритуалы, и, наверное, это правильно, а можно просто верить в Бога и жить праведно, иметь Бога в себе, как бы, а можно просто, ну, испытывать, ну, то есть поведовать религию определенно. Каждый выбирает свой путь, ну, я тоже, как бы, как сказать, ближе Бог в себе, да, то есть вера, вера, не Бог в себе, а вера. Но, конечно, как все люди пользуюсь, не пользуюсь, как соблюдаю ритуалы, соблюдаю ритуалы и обряды, так скажем. По елику возможно. Да. О чем, кроме молодости, ранней молодости, вы скучаете из советского времени? О, советского времени... Даже не знаю, трудно сказать. Много чего хорошего было, несмотря на то, что сейчас все отрицают. Но, знаете, нельзя все сразу отрицать. Скажите, в чем для вас разница, если таковая существует, между патриотизмом и национализмом? Ну, это разное, безусловно, для меня понятие. Ну, как... Патриотизм — человек любит свою родину, наверное. Национализм — это человек ставит свою национальность прежде всего. Понад усы? Не знаю, если вы хорошо ли это, или плохо. Но, как бы, да, надо... Я украинка, я горжусь, да. У меня есть разные корни. У меня очень много кровей намешанных там раскрутить. У меня там по бабушкиной, маминой, мамы линии, там, и польские евреи. По папиной там у меня еще куда-то ушло. У меня очень много всего. Вот. А если туда покопаться, цатара монгольская, и так далее, и тому подобное. Но я украинка, я горжусь. Я люблю свою страну, Украину. Я люблю песни, я люблю... Но я не буду нигде кричать, что вот только я украинка, и вот только давайте вот... Я космополит. Я уважаю и стараюсь уважать народы, народности, национальности всем. Вот. Ну, не знаю, плохо ли я. Может быть, я где-то недоработала, и надо, правда, ставить своими национальность прежде всего. Ну, не знаю. То есть это разные вещи. Понимаете, что занад, тот он и здравый. Вот всегда надо вот понимать это. Потому что и то хорошо, и это хорошо. Некоторые гордятся тем, что родились во вторник, а не в среду, понимаете. Ну, это примерно то же самое. Главное, во всем не должно быть, знаете, перекосов. К сожалению, в последнее время, последние эти вот наши два, там, не знаю, три десятилетия. Перекосы. У нас туда перекос, сюда перекос. Как-то... Ищем. Как бы же найти золотую середину, да? Ищем дорогу. Ищем. Ну, я думаю, что мы как бы развиваемся, и понятно, что это все правильно. Но главное, чтобы не было вот этих перегибов. Надо как-то, опять же, созидать. Если мы отстаиваем свое, правильно мы делаем, отстаиваем свое, но созидаем, не разрушая. Последний вопрос. Какой вы видите или хотели бы видеть Украину лет так через 10? Я хочу видеть Украину незалежную. Я хочу видеть Украину. Я хочу видеть счастливую державу, экономичную таку, крепкую, которая будет развиваться... Хотелось бы мне, чтобы Украина развивалась по своему пути. Мне кажется, Украина страна, которая достойна выбрать какой-то свой путь. Понимаете, мы долго спорим, по какому пути пойти развитию. Там театр сейчас, да? По европейскому, по репертуарам, по советскому, туда-сюда. Такая Украина. Я хотела бы видеть свою страну, которая найдет свой путь, и которая окрепнет, и которая будет какая-то мощная такая держава, в которой будут использованы наконец-то все ее ресурсы, природные, материальные. Ну и открытые, свободные, пускай... Я хочу, чтобы с жителями или с народом, которые гордятся своей страной. Спасибо. Спасибо зрителям, которые были с нами. Сегодня на авансене был Александр Мордайн. И человек, посвятивший всю свою жизнь театру, думаю, самых сложных и в то же время востребованных искусств. Человек, без которого сегодня театральная Одесса неполная. Оксана Николаевна Бурвай-Питерова. Спасибо, Оксаночка, что нашли время. У вас достаточно напряженное расписание. Ёлки впереди, но ничего. Спасибо огромное. Мы с вами поговорили. Вам огромное на здоровье. Я даже узнать растворилась. Я уже забыла, что я там работать должна. А придется. Придется. Придется.